Людмила, как же я хотел с вами познакомиться. Просто мечтал об этом. Как вы сыграли, замечательно сыграли. Появление любимого театрального актёра в сериале на федеральном канале для красноярцев стало приятным сюрпризом. Андрей Пашнин говорит, телефон не умолкает, поздравляют поклонники. Сниматься в телефильме о легенде советского кино его пригласил сам режиссёр и его друг Сергей Алдонин. Андрей Пашнин говорит, хоть роль офицера КГБ и небольшая, но всё же показалась очень содержательной. И, конечно, своё согласие на съёмки дал, потому что сериал посвящён Людмиле Гурченко. Я очень с большим уважением относился к ней и при её жизни. В общем, очень нравилась мне вообще её позиция жизненная. Её девиз, если я вам нравлюсь, значит, у вас хороший вкус. И как её не ругали, и как её не бросала судьба, она всегда осталась достойной женщиной-красавицей до последних минут. Кстати, режиссёр был с ней очень знаком, знал её в таких простых отношениях. Была великая, потрясающая женщина, человек, актриса. Будете у нас Лили Марлен. Что это значит «будете»? Вы будете рассказывать о своём окружении. То, о чём думает, то, о чём говорит. Ну, 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 вы же понимаете, как это важно. Сразу, на ранней стадии выявлять любые признаки антисоветской деятельности. Андрей Пашнин сыграл в двух сериях. Съёмки заняли пару дней. Последний раз известный театральный актёр играл в кино ещё в студенчестве. Говорит, приятно удивился, поработав с московскими киношниками. Вся съёмочная площадка была как единый организм. Всё отработано и поставлено на конвейер. При съёмках сериалов время дорого. Это такая выездная киношная фабрика. И каждый знает своё дело. Каждый провод тянет свой человек. Я тут фонарь этот включил. Звук, грим, костюмы, туфли. Ой, Андрей, у вас подошва не такая. В кадре у меня подошвы даже не видно. Ног моих не видно. Но художник показал, что таких каблуков не было. Каблуков таких не было, поэтому туфли надо переодеть. Или там они у меня всё прилизывали, зализывали, а у меня чуть длиннее были бакенбарды. Они говорят, вот не было в то время таких бакенбардов. Подбежали, тут же побрили, отстригли. Не по форме. Ну, то есть каждый знает своё дело. И от этого зависит, хороший сериал или плохой. Андрей Пашнин говорит, хоть ему больше по душе театр, не против сыграть ещё раз в кино. Если сценарий будет хороший. Поэтому вполне возможно, что мы ещё не раз увидим на экранах нашего красноярского актёра. Ольга Тишинина, Алексей Гусев. Новости. Новости. Продолжение следует...